Основные правила ухода за новорожденным, профилактика заболеваний малыша и особенности психологии молодых мам. В отделении женской консультации продолжает свою работу школа здоровья для беременных. Специалисты проводят как теоретические, так и практические занятия. На одном из таких уроков побывала Людмила Сидейская. Тема сегодняшнего занятия – психоэмоциональное состояние беременной женщины. Так называемые уроки психолог проводит в свободной форме диалога. Беседа длится полтора часа и помимо теоретических занятий есть практические. Например, девушки учатся пеленать малыша. Одна половинка пеленочки, подправляем вниз. Берем вторую половиночку. Людмила Деткова готовится впервые стать мамой и очень ответственно подходит к такому важному моменту. Сегодня у нее второй урок в школе здоровья для беременных. И как признается девушка, практические занятия, конечно, интереснее, чем теоретические. Медицинский психолог наглядно показывает, как правильно пеленать и купать малыша. Но самая важная и главная тема – предстоящие роды. И один из этапов подготовки к ним – лечебная физкультура. Очень хорошо, что функционирует еще ЛФК для беременных. Занятия проводятся три раза в неделю. Это и намечал занятия, и с подушками. То есть здорово. То есть примерно длительность 30 минут мы ходим три раза в неделю на эти занятия. Тоже как бы отличная альтернатива фитнесу, который был у нас до родов и до беременности. Теоретическая часть занятия начинается с закреплением уже пройденной темы – как правильно обрабатывать клубочную ранку у малыша. Затем врач-психолог объясняет девушкам, какие показатели роста и веса у новорожденного считаются нормальными. Это от 50 сантиметров и от 3 килограммов в 400 граммов соответственно. И вообще хотела сказать, что масса тела – очень такой уникальный показатель, что если снижается масса, то мы всегда должны думать, как это причина. Потому что, например, если он очень болеет, снижается масса, то понятно, что он снижается, потому что именно он болеет. Поэтому очень важно именно в течение первого года жизни взвешивать ребенка каждый месяц, чтобы нам знать, как у нас идет прибавка веса. Следующая тема – сон грудного ребенка. Психолог предупреждает девушек, что не следует будить малыша, если он долго спит. Ведь новорожденные нуждаются в длительном отдыхе. Ответственно нужно подходить и к выбору детской кроватки. Если вам так удобно, можно вот такую, которая качается. Вот так, которая вы двигаетесь сюда сюда. Да, да, да. Но если вы, например, пользуетесь таким способом осыпления, будьте готовы к тому, что ребенок к этому приводит. Эмоциональная связь между мамой и ребенком – еще один немаловажный момент. Психолог советует девушкам ни в коем случае не игнорировать плач младенца, а проявлять внимание, чтобы в дальнейшем не потерять так называемый контакт с малышом. Я рекомендую брать ребенка на руки, обязательно ему гладить, таскать, разговаривать с ним. Очень ребенок успокаивает размеренно ритмичное покачивание. То есть можно походить, прижать его к груди, покачать его. Елена Дворниченко – медицинский психолог. Работает с беременными уже на протяжении 13 лет. Специалист советует будущим мамам заранее готовить вопросы, на которые можно ответить в ходе беседы. Ведь школа здоровья не ограничивается только одним занятием, на каждом уроке разбирают разные темы. А весь курс длится два месяца. Я выдаю раздаточный материал. То есть, например, женщины пришли, и в конце школы, вот именно самое основное, по темам, которые мы рассматриваем, выдаются раздаточный материал, и женщина будет именно с багажом таким, теоретическим. Почему это очень важно? Потому что, например, вот они прошли занятия, прошло время, и они, например, что-то подзабыли. Можно, когда эта актуальная тема возникла, можно взять, прочитать, вспомнить. Сейчас школу здоровья для беременных посещают порядка 10 человек. И с каждым годом интерес к таким урокам у женщин только увеличивается. Впрочем, совсем скоро занятия смогут посещать и мужчины. В планах у специалистов уже в этом году открыть школу здоровья для будущих отцов. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова